И всем привет ребята! В начале ролика рекомендую подписаться на канал Артрапададей, канал о различных экзотических животных. Тут и пауки, в том числе мой любимый Фрин и Эблефар. В роликах демонстрируется не только кормление всей этой живности, но и много познавательных выпусков, начиная от оформления террариумов, заканчивая созданием чучелов из шкурки пауков. Очень радует качество изображения и отличный монтаж. Вдвойне здорово, что все это подкреплено хорошим рассказом и приятным голосом. Ссылка на канал в описании. Да, все верно. У меня к вам срочная просьба. Вы не знаете чем накормить мессерструктор? Нет-нет, все намного серьезнее. У меня в Розарии завелись черные садовые муравьи. Они губят мои растения. Помогите мне. Да, конечно. Я знаю очень эффективный метод борьбы с любыми муравьями. И отворились ворота древние, и языки пламени вырвались из преисподней, и захлестнули русскую землю, и понеслась молва печальная, Что движется по Руси войско бусурманное, и не щадя никого, рубит всех на своем пути. Всем привет! Вы заглянули на канал Собервижн. Канал о муравьях и не только. Сегодня будет затронута очень скользкая тема по поводу сражений муравьев. Часть мермикиперов готова проводить такие мероприятия в различных форматах, Другая часть, наоборот, против подобных мероприятий. Я не поддерживаю проведение боев в домашних условиях, Но вот на улице, на своем огороде, где наши любимые букашки не только нам доставляют радость, но и мешают, Я решил провести эксперимент. Как вы помните, я подключил формикарий Москва к системе ходов у огненных муравьев Соленопсис Гемината. После проведения этого тестового заселения, стал вопрос о том, как очистить этот формикарий от маленьких кусак. А кусаются они больно и неприятно. Смысла вылавливать каждого муравья в колонии, которая насчитывает тысяч десять особей, нет. Конечно, можно было их засосать пылесосом, но тут, как раз в месте посадки роз, Была обнаружена колония Лазиус-Нигер. Было решено отстыковать формикарий Москва и открыть его рядом с нигерами. Сразу сделаю отступление, что обе колонии были в состоянии Жесткого Стресса. Гнездо нигеров было все разворочено. Они в панике таскали свой расплод. Огненным тоже было не сладко. Они пытались понять, как попасть обратно к основной колонии. В общем, дезориентированы были все. После открытия выходов Гемината начала активно атаковать колонию нигеров. Тактика простая. Накидываемся толпой и сжалим, впрыскивая при этом свой яд, соленопсин. Некоторые нигеры, которых уже парализовало, Вцепившись в лапы огненных муравьев, тащили сзади. Доставалось не только колонии Лазиус-Нигер. Вцепившись в лапы огненных муравьев, Постепенно соленопсисы распространились по большой площади Земли. И так как численность Геминаты была небольшая, Они потеряли инициативу и не могли больше накидываться толпой. А раз на раз сражаться с черными садовыми муравьями не так-то уже и просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тут все зависело от того, успеет ли нигер так схватить огненного, Чтобы он не смог воспользоваться своим грозным оружием, жалом. И в большинстве случаев это удавалось. Вообще, в процессе этой схватки я понял, Что черные садовые муравьи еще те вояки. Через пару часов в фармикарии почти никого не осталось, И вся битва переместилась куда-то под землю. А через пару дней я вообще не нашел ни одного огненного муравья. Ну а лазиус нигер мирно ползали на том же месте. Вот такой, ребята, получился эксперимент. Всем, кто боится, что теперь огненные муравьи могут распространиться на моей даче, Можете не переживать. В этом фармикарии не было матки. А значит, некому будет нести яйца. Да и в принципе, те морозы, которые существуют у нас в средней полосе, Спокойно справятся с этими теплолюбивыми насекомыми. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, на канал Антропада Дэй. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока и с наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова